И в завершении выпуска наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». Прямо сейчас проходит конкурс по выбору герба, флага и гимна городского округа Люберца. А какими хотят увидеть главные символы муниципалитета – люберчане, узнавала наша съемочная группа. Гербу Люберецкого района почти 19 лет. Этот символ отражает многовековую историю и наполнен глубоким смыслом. Интересно, а знают ли люберчане, что изображено на гербе? Спорт, музыкальное и творческое развитие, скорее всего, все, что связано с колосками – это сельское хозяйство, промышленность. Если честно, подробно, наверное, не скажу, просто знаю, что это наш герб. Нет. Ничего? Нет. Даже примерно? Даже примерно. Ну, сила, наверное, спорт, что творчество, искусство. Это спорт, это солнышко. Ну, это понятно, это спорт, это музыка, это, я так понимаю, бывший завод Ухтомского. Вот эти два варианта, я не знаю. Ну, это вечный огонь, скорее всего, а вот это не знаю. А как вы считаете, каким должен быть герб городского округа Люберцы? Что на нем должно быть изображено? Ну, мне кажется, что герб должен отражать в себе всю историю городского округа. Я бы добавила детей сюда. Мне кажется, как-то не хватает здесь. Ну, я не знаю, смысл есть менять, потому что, в принципе, это же история наша. Надо что-то, наверное, привнести такое, чтобы показало, что город преобразился. Ну, старый герб вполне устраивает. Что-то ближе вот с Екатериной, чтобы было связано, она же бывала в этих местах, проезжала, скажем так, останавливалась. Может, что-то связано с Гагариным, раз он тут учился и так далее. Вместе с созданием городского округа Люберцы должен измениться и действующий гибн. Ведь он начинается со слов «Люберецкий район рядом с Древней Москвой», «Подмосковьем зовется давно». Так о чем же должна быть главная песня городского округа Люберцы? Активная. Да, зажигательная. Я считаю, что активная, потому что в Люберцах живут такие активные люди, активные мужчины, которые занимаются спортом. Ну, если была бы более достойная песня, пока я не знаю. Трудно сказать, это же музыканты должны. Ну, что-то лирическое может быть, что-то запоминающее, чтобы можно было... Потому что столько гимнов, а никто ничего не помнит. Да, должна быть жизнь утверждающая, что, в принципе, если мы хотим, чтобы в нашем городе хорошо всем жилось, то до этого что-то должны мы делать, а не просто ждать чего-то. Не надо ждать. Отправляйте свои заявки в администрацию Люберецкого района. У вас есть время до 22 мая, а 26 мы узнаем результаты конкурса. Возможно, именно ваш вариант флага, герба и гимна станет лучшим. Мария Лапочева, Дмитрий Родзянко. Специально для рубрики «Свободный микрофон».